В этом уроке мы с вами поговорим об усилении резкости. Когда Photoshop усиливает резкость, он просто-напросто создает светлые и темные ареолы на контрастных границах. В этом уроке я вам покажу три способа усиления резкости и, самое главное, покажу, как избавиться от некоторых проблем. Дело в том, что если темные ареолы мы практически не замечаем, то светлые ареолы нам очень сильно режут глаза. Доброго времени суток! Меня зовут Накрошаев Олег. С вами сайт Photoshop Сундучок и канал Фишки Фотошопа. Итак, давайте приступим. Я создам три дубликата слоя и давайте название слоев переименуем. Слой 1 я назову краевой контраст, две буквы К. Слой 1 копия я назову умная резкость и слой 1 копия 2 назову контурная резкость. И давайте посмотрим, как у нас все будет работать. Отключил два верхних слоя, сделал активным слой краевой контраст. Сейчас мы применим фильтр краевой контраст. Раньше этот фильтр назывался цветовой контраст. Итак, переходим в фильтр, другое и вот этот фильтр краевой контраст. Повторюсь, раньше этот фильтр назывался цветовой контраст. Выбираем. Масштаб фотографии поставлю 50%. И наша задача установить здесь такой радиус, чтобы четко проявилась мелкая детализация, но при этом не начали появляться вот такие цветные области. Шесть пикселей очень много. Возвращаемся назад. Я думаю, три пикселя будет вполне нормально. Нажал ОК. Режим наложения. Ставим перекрытие. Смотрим. Было вот так, стало вот так. Посмотрите, резкость очень хорошо поднялась, но, как я говорил, у нас появились вот такие неприятные белые ореолы, которые сильно бросаются в глаза. Как их убрать? Я добавлю корректирующий слой кривые, включу обтравочную маску. В центре кривой поставлю точку и точно позиционирую ее. Вход и выход должен быть равен 128. Теперь правую часть кривой опускаю вниз и выравниваю вот эти половинки кривых. Давайте посмотрим, что нам дали кривые. Было вот так, стало вот так. Посмотрите, как у нас довольно сильно ушли вот эти белые ореолы. Кривые активны. Нажимаю Shift, щелкаю по слою. Краевой контраст. Два слоя активны. Ctrl-G. Создал группу. И давайте также назовем краевой контраст. Было вот так, стало вот так. Видно, что резкость неплохо поднимается. Особенно с учетом того, что у нас масштаб всего лишь 50%. Отключаю эту группу. Перехожу на слой умная резкость. Включаю его. И, как вы уже поняли, я применю здесь фильтр умная резкость. Фильтр усиления резкости. Умная резкость. У меня стоят параметры, которые остались от предыдущего применения этого фильтра. Давайте я сброшу здесь все на 0. И отрегулирую эффект и радиус. Эффект – это сила воздействия. Если поставим на 500, мы видим, как сильно поднимается резкость. Радиус – это, по сути, ширина наших ореолов. Итак, давайте поставим где-нибудь 150-160. Радиус поставлю примерно 1,5. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот так было, вот так стало. Мы видим, что у нас опять бросаются в глаза вот эти белые ореолы. Поэтому я перехожу в раздел «Света». И с помощью этого раздела постараюсь их ослабить. Ослабление эффекта ставлю на 100. Передвигаю ширину тонового диапазона. Примерно вот таким образом. Давайте посмотрим. Было вот так, стало вот так. Ну, видно, что у нас резкость поднимается. Давайте еще более точно подрегулируем ширину тонового диапазона. Уже лучше. Пожалуй, немножко все-таки ширину тонового диапазона увеличу. Вот так будет неплохо. Есть. Нажимаю ОК. И смотрим. Вот такая фотография была. Вот такую фотографию получили. В принципе, очень аккуратно поднялась у нас резкость. Отключил слой «Умная резкость» и перехожу на слой «Контурная резкость». Из названия слоя понятно, что я применю сейчас фильтр «Усиление резкости» «Контурная резкость». Давайте поставим примерно те же параметры, которые я поставил в «Умной резкости». 160 эффект, 1,5 радиус. Видим, что резкость поднимается и опять у нас белые ореолы. Нажимаю ОК. Теперь давайте применим другой способ ослабления ореолов. Два раза левой клавишей мыши щелкаю по слою «Контурная резкость». Открывается окошечко «Стиль слоя». Меня интересует раздел «Наложение если» и градиентная полоска «Данный слой». Белый движок перевожу влево. И явно видно, как у нас белые ореолы удаляются. Вот они начали удаляться. Нажимаю «Альт», раздваиваю ползунок и левую половинку передвигаю влево. Помигаем галочкой «Просмотр». Было вот так, стало вот так. Мы видим, как сильно у нас удалились ореолы. Чуть-чуть подправлю. Помигаем. Нажимаю «Ок». Теперь давайте сравним результаты работы вот этих методов усиления резкости. У меня активен слой «Контурная резкость». Сделаю снимок в палитре «История» и также назову его «Контурная резкость». Отключу. Перейду на «Умную резкость». Сделаю снимок в палитре «История» и также называю «Умная резкость». Отключаю. Включаю группу «Краевой контраст». Делаю снимок и называю «Краевой контраст». Есть. Давайте масштаб поставим 100%. Для этого два раза левой клавишей мыши щелкаю по инструменту «Масштаб». И давайте посмотрим, что у нас происходит с небом. Вот это «Контурная резкость», «Умная резкость» и «Краевой контраст». Смотрим, что сильнее всего шум проявляется на «Контурной резкости». Когда усиливали резкость фильтром «Умная резкость», у нас шум на небе не так усилился. И результат работы фильтра «Краевой контраст» находится где-то примерно между «Контурной резкостью» и «Умной резкостью». То есть, в зависимости от того, есть ли на фотографии небо, вы можете выбрать соответствующий метод усиления резкости. В данном случае очень неплохо подходит «Умная резкость». Давайте посмотрим, как у нас работают эти фильтры на скалах. «Контурная резкость», «Умная резкость» и «Краевой контраст». Посмотрите, лучше всего, конечно, работает «Краевой контраст». Когда мы его применили, у нас появилась вот такая мелкая детализация. «Контрол 0». Итак, в этом уроке я показал вам три самых простых способа усиления резкости с помощью фильтров «Краевой контраст», «Умная резкость» и «Контурная резкость». И самое главное, показал вам разные способы ослабления светлых ореолов, которые появляются при усилении резкости и которые очень сильно бьют нам по глазам. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег, сайт «Фотошоп Сундучок» и канал «Фишки Фотошопа». Фондю любит тебя, сайт «Фотошопом» и канал «Фотошопом». Продолжение следует...